Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. 8 февраля День Российской Науки. Ну а как известно, наука лежит в основе развития всех сфер и отраслей нашей жизни. Именно наука является двигателем прогресса и позволяет сделать нашу жизнь не только более комфортной и интересной. Благодаря труду медиков, биологов, физиков, лингвистов, химиков, программистов ежедневно сдвигается с места научно-технический прогресс. В развитие мировой науки значительный вклад внесли самарские ученые. Многие из них удостойны ведущих премий и званий, но для них это не главное. Важно, что новые изобретения способны подарить каждому из нас шанс воспользоваться благами, которые дарит каждое изобретение. И 8 февраля хочется поздравить всех ученых и работников, связанных с научной деятельностью в нашей стране с профессиональным праздником – Днем Российской Науки. Сегодня в студии Федор Васильевич Грещенков, первый заместитель председателя Самарского научного центра РАН, академик РАН, доктор цинических наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Александрович Кудрявцев, декан факультета электроники и приборостроения Самарского университета. Добрый день. Здравствуйте. И Юрий Николаевич Горелов, руководитель НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, прежде чем начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет торжественного мероприятия. Давайте посмотрим, внимание, на экран. День Российской Науки – один из самых значимых праздников в календаре, считает губернатор Николай Меркушкин. Он отмечается уже 17-й год. Поставшие уже добрые традиции, самарские власти и представители научного сообщества собрались вместе, чтобы отдать дань уважения работникам отрасли. От вас зависит очень-очень многое и сегодня, в области, в стране, и особенно завтрашний день. И страны нашей, и, естественно, нашей области. Что мы будем, над чем будем работать, какие у нас будут разработки. Работы для ученых в Самарской области немало. Научным исследованиям в губернии уделяют особое внимание. Сегодня на территории региона создается масштабный технополис «Гагарин-центр». По словам губернатора, в этом комплексе будут сосредоточены самые передовые космические и авиационные разработки. Задачи перед учеными стоят более глобальные, чем в прошлом году, который выдался для самарской науки весьма плодотворным. При поддержке правительства губернатора, по-моему, совершили в 2016 году огромный прорыв. Мы все вместе построили космодром восточный, запустили нашу самарскую ракету «Союз» с новым разгонным блоком «Волга» и с двумя космическими аппаратами. Самым выдающимся ученым вручили награды, их оказалось 13 человек. Шестеро в прошлом году также получили президентские гранты. Например, за разработку в сфере обслуживания стартовых комплексов ракет-носителей. Ну что же, уважаемые гости, хочется поздравить вас с профессиональным праздником. Ну да, и первый вопрос к вам, Федор Васильевич. Хотел сказать спасибо всем за поздравление. Да, конечно. Первый вопрос к вам. Самарский научный центр РАН является региональным объединением научных организаций и организаций научного обслуживания. А скажите, пожалуйста, какие были изначально поставлены цели, задачи перед центром? Елена, изначально Самарский научный центр РАН назывался Куйбышский научный центр Академии наук СССР. Благодаря усилиям выдающегося ученого, наш академика Кузнецова Николая Дмитриевича, генерального конструктора авиационных и ракетно-космических двигателей, он вот добился, чтобы Академия наук СССР в 1989 году приняло решение о создании Куйбышского научного центра. Это было для региона выдающимся событием, потому что Куйбышев развивался со времен войны просто колоссальными темпами. Аэрокосмическая промышленность, нефтехимическая, затем автомобилестроительная промышленность. То есть промышленность, промышленность, не зря теперь говорят опорный край державы, особенно ее обороноспособности. Параллельно с предприятиями росли наши институты, теперь университеты, и мы добились высоких результатов подготовки кадров для промышленности, для научных разработок. Но вот это всеобщий настрой, как говорится, и нужды государства того времени, именно промышленность и ее кадры, так сказать, привели к тому, что третья составляющая научной инфраструктуры в области, в регионе, развивалась медленно и слабо. И вот только благодаря Николаю Дмитриевичу, который все-таки убедил, что здесь и научный центр может быть Академией наук, и он разовьет свои организации, свои исследовательские центры, было решение, я говорю, судьбоносным. Но однако была и ту же проблему, это было время перестройки, и наступился 90-й год, 91-й год. И Куберский научный центр Академии наук, который был превращен в Самарский научный центр Российской Академии наук, но создать инфраструктуру науки вот в том масштабе, какая она есть, но не будем говорить в Москве и Петербурге, но в региональных, там в Ексеринбурге, там в Казани, в Уфе, где десятилетиями уже развивались Институты Академии наук СССР, которые стали институтами Российской Академии наук. У нас этого не случилось, хотя все-таки неимоверные усилия наших университетов, ученых, привели к тому, что мы создали часть структур, филиалов и институтов Российской Академии наук. В частности, нынешний академик Софья Викториславович создал Институт системы обработки изображений РАН. Раньше это был филиал СКТБ Академии наук, а потом он стал собственным институтом на нашей территории. Затем, впоследствии, был создан Институт проблем управления сложными системами. Но давно, исторически, еще по Паниным был создан Институт экологии Волжского бассейна в Ставрополь, потом Тольятти. И таким образом, плюс филиал физического института имени Лебедева, наш самарский филиал ФИАНА, тоже академической структуры. Ну и, в общем-то, вот в этом статусе мы развивались. Ну, я, в частности, в 98-м году стал Волжский филиал Института металлургии и материалов ведения Российской Академии наук. И вот эти структуры создали косяк Самарского научного центра РАН. И на Самарском научном центре легла научно-организационная деятельность существования, организации работ этих институтов, филиалов и центров. Вот этим мы и, как говорится, занимались. Был общий президиум, который включал в себя руководителей ученых всех организаций Академии наук, присутствующих в регионе. И он решал вопросы кадровые, вопросы выбора научных исследований направлений, их приоритетов. И, в общем-то, в этом смысле жизнь, ну, сказать, бурлила нельзя. Годы были 90-е. 90-е параллельно шли процессы распада, финансирование со стороны Академии наук неимоверно тогда убавилось. Можно радоваться только тому, что все-таки в 90-е и начало 2000-х годов выжили и институты, и Самарский научный центр. Вот. Выжили на минимальных, конечно, условиях. Но в это же время были проведены научные исследования. Стали нас лауреаты государственных премий Российской Федерации и в 90-х годах, и в 2004-м году. Значит, это были разработки выдающиеся. Издавались журналы научные. Кстати, вот в Институте системы обработки изображений РАН, где журнал издается с компьютерной оптикой, главным редактором Софьера Викторовича является. Он у нас международный журнал, можно так сказать. Он входит и в скопус, вот нынешней базы цитирования, и в журналы, включенные в перечень ВАК. То есть это очень авторитетный журнал. И как-то вот недавно в Аэрокосмическом университете они докладывали работу кафедры технической, кибернетики и вот всю эту научно-техническую работу. В общем-то, мировые приоритеты вот находятся за этим нашим институтом в области нанофотоники, в области обработки изображений. Вот это выдающийся институт. Но, дальше говорить... Да, я как раз просто очень интересно заслушалась. Федор Васильевич, ну вот научная деятельность, сотрудничество с вузами, международная деятельность. Чем сейчас вы занимаетесь? Чем занимаются сотрудники, которые у вас работают? Вот это со слов НО можно продолжить именно в том плане, что институты Академии наук с того момента, как было создано ФАНО, Федеральное агентство научных организаций, значит, от Академии наук, от Президиума Академии наук, они были переподчинены вот Федеральному агентству, в том числе и наши институты, и наш Самарский научный центр РАН. К сожалению, новое руководство, оно традиций глубоко, по-видимому, все-таки не осознало научной деятельности, поэтому оно как-то во всей стране разобщило, если в каждом регионе, но более-менее таким серьезным, как наша Самарская область, в каждом регионе присутствовал вот такой вот научный центр, региональный научный центр Академии наук, и он координировал деятельность, были обсуждения и кадровые, и научных наук. Как я сказал, исследования, и взаимные поддержки, и комплексные проекты между разными институтами, то ФАНО на первом этапе сказал, вы каждый работаете самостоятельно, и институты как бы к Самарскому научному центру отношения особенного не имеют, Самарский научный центр должен работать сам по себе. Ну, в новое время мы создали научный отдел в Самарском научном центре, там вот отдел металлофизики, авиационных материалов, отдел динамики полета и управления движением в атмосферных и заатмосферных направлениях, отдел экологии, так и промышленной в том числе экологии. Соответствующие доктора наук возглавляют эти отделы и проводят научные исследования, получаем гранты, получаем грузбюджетное финансирование. То есть вот такая работа научного центра идет. Но все-таки мы в регионе, и поэтому мы, тем не менее, сохранили структуру взаимодействия со всеми институтами Академии наук. Президиум, хотя в каждом есть свой ученый совет, и в Самарском научном центре свой ученый совет есть, который управляет центром вместе с председателем центра, но у нас есть и президиум, который объединяет все-таки представителей всех институтов. И мы собираемся на обсуждение общих вопросов, обсуждаем региональные конкурсы, на губернские премии, на премии губернатора Самарской области, гранты РФФИ и так далее. То это все идет централизованно через Самарский научный центр РАН. Вот эта научно-организационная и научно-стерковская работа ведется силами Самарского научного центра. Ну хорошо, а как вы на сегодня оцениваете научный потенциал нашего региона и все-таки на что в первую очередь направлены усилия РАН? Вот в первую очередь усилия РАН направлены уже вот как бы сказать последние особенно годы, когда регион возглавил Николай Иванович Меркушкин, который я бы сказал очень неравнодушен вообще ко всей нашей области, ко всем ее запущенным за годы перестройки, инфраструктуре. Я бы сказал и просто проживание, то есть жизнь была достаточно некомфортной. Среди всего множества задач, в том числе и чемпионат мира 2018 года, Николай Иванович, у меня колоссальное внимание развитию именно научной инфраструктуры региона, инфраструктуры науки. Вот на последнем, ведь губернатор создал научно-технический совет при губернаторе Самарской области, его возглавляет выдающийся академик Российской академии наук, академик Каблов Евгений Николаевич, генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов. В Москве есть такой старейший институт, ему, кстати, в этом году 85 лет, исполнятся дни основания. И вот он как раз, Евгений Николаевич, стал лауреатом премии губернатора, который вручался вот на День науки, который проводился 6 как раз вот февраля. Он председатель. Ну, а я так как Самарского научного института, ответственным секретарем этого научно-технического совета. И вот, как говорится, это было создано в 2004 году НТС, прошло несколько его общих заседаний. В составе совета 11 академиков привлечены со всей России, 7 член-корреспондентов Российской академии наук, ну, доктора, кандидаты, всего 35 человек в президиуме этого совета, плюс 6 секций. Ну, я все рассказывать не буду, я хочу сказать, что судьбоносным было заседание научно-технического совета 28 сентября 2016 года под руководством губернатора. Тем не менее, хотя председатель Евгений Николаевич Каблов академик, но тем не менее, значит, задачи там ставила Николай Иванович. Я делал доклад как раз об НТС и развитии инфраструктуры науки, и мы пришли все к выводу о том, что вот эта третья составляющая, наряду с мощнейшей промышленностью, с весьма такими университетами высокого уровня, вы, наверное, знаете, что Самарский аэрокосмический, нынче просто Самарский университет является ведущим университетом в программе 5.100, технический университет является опорным вузом, то есть здесь у нас, так скажем, хорошо. Но это научно-педагогические кадры, а вот собственно научных кадров, собственно работающих в исследовательских институтах и добывающих знания ежедневно, не наряду с образовательной деятельностью, а ежедневно, еженочно, наукой нельзя заниматься с 8 до 5. Наукой можно заниматься именно ей, только тогда будут действительно выдающиеся результаты. Вот именно наш губернатор этой задачей, в общем-то, проникся и ее поддерживает, и вот на этом НТЕСе мы приняли решение о создании комплексных проектов, как инструмент развития научных направлений регионального уровня и привлечения для их создания учреждений федерального уровня. Вот, например, комплексный проект по авиационным материалам и технологиям аэрокосмической техники одобрен на базе инновационного фонда Самарской области действовать, значит. Ну и, так скажем, я его и возглавляю. Мы к этому проекту привязываем самарский филиал ВИАМ, создаем. Вот Евгений Николаевич принял решение вместе с губернатором создать самарский филиал ВИАМ. И вот в строящемся Гагарин-центре уже в 17-м году будет строиться здание самарского филиала ВИАМ. То есть появится научное учреждение. И те, уж дальше, если говорить, центры одаренных детей. Из одаренных детей будут одаренные выпускники университетов. Они где должны работать? Они должны зарабатываться в фундаментальных областях науки, в прикладных областях науки. Для этого нужна организация. Вот организация для этого одна будет. Второй комплексный проект, о нем будет говорить, я думаю, Илья Александрович, это создание дизайн-центра по электронной компонентной базе. Он, так сказать, такой широкий центр. Им занимается очень Минэкономразвитие его инновационной составляющей, лично министр Кабенко Александр Владимирович, значит, создание такого дизайн-центра. И это тоже привлечение структур федерального уровня институтов Академии наук для участия в этом центре. Ну, третье, я бегло скажу, это комплексный проект биотехнологии, медико-биологических экспериментов в космосе, руководителем которого является Горелов Юрий Николаевич. Это привлечение Института медико-биологических проблем России с Академией наук, опять же, на Самарскую землю. Ну и, в конце концов, вот эти три комплексных проекта, они позволят нам, как инструмент привлечения, развить, начать ростки фундаментальной прикладной науки, как самой по себе. Не путать образование и науку. Научно-педагогические кадры очень важны и нужны, и в университетах очень много занимаются наукой, но это университет вторая половина дня, первая половина дня, так мы ее называли всегда, это образование. Там, так сказать, тысячи, даже теперь десятки тысяч студентов, и ими нужно заниматься. А наукой надо заниматься с любовью отдельно. Спасибо вам большое. Хотелось бы предоставить слово вашим коллегам. Илья Александрович, вот расскажите, пожалуйста, ваш университет является участником программы 5.100. Является ли этот проект дизайн-центр частью этой программы? И вообще, расскажите, над какими проектами сейчас работаете, какую пользу будет приносить нашему региону, может быть, даже России? Ну, если позволите, я начну с самого проекта. Пожалуйста. Как уже сказал Федор Васильевич, это масштабный проект, он состоит из нескольких частей, и в этом проекте сосредоточено довольно много компонентов, за которые отвечает Самарский национальный исследовательский университет. Ну, во-первых, об электронике. Все знают, что электроника нас окружает. Без электроники современный технический прогресс невозможен. И, конечно, в Российской Федерации, и, конечно, в Самарской области и губернатор, и ответственные лица должны, и они думают о том, как это сделать. Как развить электронную компонентную базу, как развить электронику. Принято считать, что в области электроники Россия далеко отстала. Это не совсем так. У нас есть и производство элементной компонентной базы, и процессоры, и новые процессоры. Все у нас, в общем-то, есть, но, конечно, хочется больше. В Самаре запланировано создание дизайн-центра. Что такое дизайн-центр? Это структура, которая фактически разрабатывает новые интегральные микросхемы. В нашей области сосредоточен очень большой промышленный потенциал. Это и РКЦ «Прогресс», это и НИИКРАН, и другие предприятия. Не буду уж, конечно, их перечислять, поверьте, их много. Те предприятия, которые заинтересованы в новой, современной, передовой, может быть, уникальной компонентной базе. Соответственно, дизайн-центр по их заказам, в соответствии с их нуждами, будет разрабатывать интегральные микросхемы и передавать эту документацию на производство. Производство может быть разным. Самое естественное для России – это, конечно, Зеленоград, где у нас сосредоточены наибольшие мощности по производству электроники. Но может быть и заграничные варианты, тут может быть самое разное. Повторю еще раз, самая интеллектуальная часть сосредоточена в разработке. И именно эта составляющая должна быть создана. На сегодняшний день вот та часть, которая реализуется и которая будет реализована успешно, я надеюсь, до конца 2017 года, это создание учебного дизайн-центра в Самарском национально-исследовательском университете. Самарский национально-исследовательский университет, как уже говорили, является участником программы 5.100. И соответствующие финансовые ресурсы, часть из них направлена на создание этого дизайн-центра. Мы получим современное оборудование, современное программное обеспечение, которое позволит начать и эффективно осуществлять подготовку специалистов, не побоюсь этого слова, мирового уровня, которые могут создавать и разрабатывать электронную компонентную базу, так как это делают во всем мире. И может быть даже лучше. В этом его и уникальность, и преимущество обучения для студентов. Да, безусловно. И в связи с Зеленоградом, да. Да, безусловно. В данный момент у нас 4 наших выпускника бакалавриата учатся в национально-исследовательском университете МИЭД, и через год они выпустятся оттуда уже специалистами соответствующего уровня и придут, как я надеюсь, тому времени уже созданный большой дизайн-центр для конкретной работы. Но и в Самарском национально-исследовательском университете будет, и уже, собственно, начата работа, открыта соответствующая магистрская программа. Мы подготовим людей, которые будут учить этому. И специалисты, которые получатся на выпуске, будут реально специалистами мирового класса, которые найдут себе применение где угодно. Но прежде всего, конечно, мы надеемся в Самарской области, что и будет реализовано. Программа 5.100. Я могу добавить, что это штучные специалисты. Вот это специалисты по электронной компонентной базе, по данному метровому диапазону, это штучные специалисты. Даже там же, в том же самом Зеленограде. Нет, вы так уверены об этом говорите. То есть есть какие-то предпосылки уже, да? Да, конечно. Конечно, мы уверены, что мы сможем готовить специалистов мирового уровня. Очень здорово. Здесь есть, у нас есть соответствующие профессора и специалисты, которые сейчас, может быть, еще не совсем готовы вот на данный момент работать. Но мы их обучим в самые короткие сроки. У них все есть для этого компетенции. И в ближайшее время с помощью, в том числе и вот Московского института электронной техники, с этих специалистов, и мы привлечем специалистов Мордовского государственного университета. Там тоже есть соответствующие компетенции. Я думаю, вместе мы сумеем сделать это достаточно хорошо. Я хотел бы добавить, что в программе 5.100 реализуется довольно много интересных программ и англоязычных, настроенных на то, чтобы привлекать студентов из-за рубежа. И эта программа тоже будет существовать. Уже одна из них работает сейчас в области наноэлектроники. И, конечно, мы используем дизайн-центр на благо наших студентов. Я уверен, что те из них, кто придут и поступят на вот это направление, не пожалеют. Они будут действительно специалистами 21 века. Да, 21 века. Что ж, остается мне, с своей стороны, пожелать только удачи. И, Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, вы над каким проектом работаете? Вот направление все-таки клеточных технологий, да, веяние, безусловно, современное, актуальное, ожидается многое. Но вот на что нацелена работа ваша? Какие результаты ожидаются? Да, действительно, это один из проектов, который был, по существу ему, так сказать, путевку в жизнь дал НТС вот 28 сентября. Ну, если говорить о миссии проекта, как вот в целом, то это, оно заключается в том, что необходимо разрабатывать, внедрять вот эти самые клеточные технологии. Значит, и в конечном счете формировать в регионе, то есть в Самарской области, по существу новый центр компетенции. У нас создалась очень интересная ситуация, когда Академия наук объединилась с хозяйственной медицинской академией. Значит, и число научных организаций стало почти в два раза больше, да? Вот. Но дело в том, что, если, о чем говорил Федор Васильевич, организации, они все-таки естественно научного профиля, скажем так, технического в основном, то когда у нас появились новые коллеги в Самарском научном центре или, так сказать, в нашей коллаборации... Старейского хозяйства. Стареющих институтов со столетними. Да, это институты, которые, так сказать, имеют такую, так сказать, долгую историю, с одной стороны. А с другой стороны, у них очень хороший и академический уровень, но в своей, так сказать, отрасли. Значит, о чем это говорит? О том, что у нас появился новый потенциал для роста и для, так сказать, создания в более, так сказать, широком варианте... Так в чем же суть проекта-то, Юрий Николаевич? Я к проекту сейчас подойду. Ну, о сути проекта, это, значит, цель в первую очередь, да? Но цель заключается в том, чтобы разработать технологические основы культивирования клеточных культур. Значит, как растительных клеток, так и животных клеток. Ну, клеток... Все из клеток живое состоит, вообще-то говоря, у нас. Поэтому этот объект исследований, он является наиболее важным. И в биологии, и в медицине, и в некоторых других, так сказать, науках. Ну, в частности, в сельскохозяйственных науках. Значит, поэтому клеток-то видов очень много. Ученые говорят, что таких достаточно различных это несколько сотен. Вот. Все их изучать сразу нельзя. Поэтому мы в рамках проекта ограничились достаточно, так сказать, такими задачами. И такими, так сказать, видами клеток, которые, на наш взгляд, являются актуальными для социально-экономического развития региона. Значит, это, в первую очередь, клетки человека, так называемые гемопоэтические или кровотворные. Вот. Здесь очень интересные, так сказать, задачи, которые будут решать медики и биологи совместно. А вторая – это растительные клетки, которые связаны с созданием новых генотипов и сортов хозяйственно-полезных и лекарственных растений. Ну, здесь будут заниматься и тот, кто представляет интересы сельского хозяйства, наши новые члены академии. Они, точнее, были академиками все. Просто мы теперь в одной семье. Вот. И, естественно, биологи. Какие результаты вы ожидаете от этого проекта? Что будет нового, глобального? Может быть, открытия какие-то будут в связи с этими? Ну, открытия здесь сложно, так сказать, предугадать. В науке все неожиданно бывает. Ну, вы как руководитель какие чаяния и надежды возлагаете? Есть такие предположения. Наш коллектив достаточно, так сказать, обширный. Сюда входят и биологи, и медики, и физики, и инженеры. То есть это достаточно комплексный такой проект и задачи, которые будут решаться. Задачи, которые будут решены, которые интересны с фундаментальной точки зрения. И с прикладной их довольно много. Значит, ну, мне хотелось бы отметить следующие моменты. Буквально, чтобы, так сказать, далеко не уходить. Первое. Это, как результат, к которому мы идем, специалисты и ученые должны создать модель, действующую модель костного мозга человека. Вот это первое. Что это из себя представляет? Это соответствующие клеточные культуры из комбинаций гемопоэтийских клеток и мезинхемально-стромальных, или, как их еще называют, стволовыми клетками. Если такая модель появляется... Клеточной молодости. Да, если такая модель появляется, то и специалисты, и ученые, в первую очередь, так сказать, медики и биологи, значит, получают возможность проводить доклинические и клинические испытания. Не на животных, и тем более не на людях, а именно на этой модели. Но эта модель будет действующая. Ну что же, так быстро пролетело время, как все это очень интересно. Но вот, к сожалению, ограниченными рамками нашей программы я хочу от себя поздравить вас с профессиональным праздником. Открытие, удачи, всего-всего вам самого хорошего. Ну и, конечно, по традиции программы я хочу, Федор Васильевич, предоставить вам заключительное слово, чтобы вы подвели итог нашей программы. Ну и, конечно, поздравили всех своих коллег с профессиональным праздником. Пожалуйста. Спасибо. Елена, действительно, День российской науки – это день, который празднуется очень масштабно именно в Самарской области. Уже вот в этот раз был пятый раз собирается. Это вносит определенный оптимизм, вообще говоря, в научную работу. Собираются научные, педагогические работники и все. Мы вместе вот как бы с интересом подводим итоги. Вручаются дипломы лауреатов, премии, чествуются заслуженные деятели науки Самарской области, введено звание губернатором. И в этом смысле, конечно, жизнь научная, вообще говоря, переживает какой-то, так скажем, подъем. Новое рождение. Да, да, пожалуй, даже новое рождение, потом я говорю, что она была у нас, инфраструктура в этом смысле бедноватая, бедноватая. Она была на предприятиях, конечно, на РКЦ «Прогресс», безусловно, но сугубо специализированная на других предприятиях. Но в целом вот академической такой фундаментальной учреждений науки слишком у нас ограниченное количество. Поэтому мне хотелось бы в День Российской науки, поздравляя всех сотрудников, всех научных учреждений, университетов, производственных предприятий, пожелать, конечно, талантливых работ, крепкого здоровья, физического. Потому что для того, чтобы работать и день, и ночь, нужно иметь крепкое здоровье. И успехов нашей самарской науки в восстановлении вот этих вот комплексных проектов и создания инфраструктуры науки. Надо еще сказать, вот на грех-то вспомнил слова Нобелевского лауреата Фредерика Жолио Кюри, он в свое время сказал, что наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно становится колонией, а народ начинает кормить армию другого государства. Вот поэтому безопасность страны в первую очередь это развитие науки. Всех с праздником. Спасибо вам большое. На этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам за те новости, с которыми пришли поделиться. С праздником. Удачи. Все правильно, Федор Васильевич. Здоровья. Спасибо. Спасибо всем тем, кто сегодня с нами смотрели программу «Город. Продолжение следует...